Имеется усадебный дом по нищему. Такие вот три понятия. Ну мы не будем там дальше говорить. Починок, хутор. Понятно, что такое. Починок это вообще старое название населенных пунктов. И вот она сначала называется сельцом. И вот в начале второй половины 18 века там построили деревянную церковь во имя Тихвинской иконы Божьей Матери. В 1780 году князь Павел Федорович Голицын строит каменную церковь. Каменную церковь, которую так же, как и прежнюю, осветили во имя Тихвинской иконы Божьей Матери. Но нужно сказать, что церковь перестраивалась просто много-много раз. Расширялась. Конечно, не в сторону уменьшения, а в сторону расширения. Почему? Во-первых, число прихожан постоянно увеличивалось. И вот когда я сказал, что упразднили приход в селе Красное, а его приход присоединили к обучалкам. Таким образом увеличилось число прихожан. Следующее, что было сделано. Учитывая то, что число прихожан увеличилось, расширили холодную церковь, расширили трапезную, и там первым делом устроили предельный престол во имя покрова Пресвятой Богородицы. Почему? Потому что в Красном был престольный праздник покрова Пресвятой Богородицы. И они поклонялись этому престольному празднику. Как я уже сказал, церковь была построена Голицыным, а впоследствии она неоднократно перестраивалась. И вот в первой половине XIX века в основном на средства Михаила Федоровича Голицына. А вот последующие перестройки, особенно крупная была перестройка в 1880-е годы, она преисходила на средства его сыновей Александра и Владимира Михайловича. Ну, трапезная часть расширена была примерно в два раза. А проще сказать, судя по описанию, она была практически полностью перестроена в северном и южном направлениях. То есть вот на фотографии справа вы можете видеть, как распространяется в обе стороны. Вот это все трапезная часть заколокольния. Представляет какая ширина. Первоначально примерно она была в два, а то и в три раза меньше. На Петров день в 1901 году произошло необычное, пожалуй, знаменательное событие. Не только для Бучальского храма, Тихвинской иконы Божьей Матери, но и, пожалуй, для всех или для большинства сельских храмов. В основном в сельских храмах венчались представители крестьянства. Но я сразу для сравнения такое проведу, сравнивая с епифанскими метрическими книгами, часто с Никольского собора, там Преображенской церкви. Там в метрических книгах записано, что то купцы венчались, то намещание невысокое. Вот купцы, колеческие регистраторы, то есть представители дворянства. А здесь на Петров день в 1901 году произошло знаменательное событие, когда дочь Владимира Михайловича, Елена Владимировна, вышла замуж, венчалась с Львом Алексеевичем Боблинским, графом. Когда возник вопрос, почему это произошло, вот сын Владимира Михайловича, Михаил Владимирович, мы его сегодня еще увидим, он написал свои воспоминания, и в этих воспоминаниях он писал. Я несколько негативно относился к Льву Алексеевичу Боблинскому. К его взгляду, несмотря на то, что сам Голицын был тоже в такой демократичном настрое, все-таки он негативно к нему относился. И произошел следующий случай. Лев Алексеевич, гуляя по Тверской, увидел, как жантарма арестовали студентов. Ну, за антиправительственные, скажем, выступления. Он вступился за них, его арестовали и выселили его в Архангельскую область с запрещением жить в крупных городах, в столицах, как тогда говорили, в Москве, в Санкт-Петербурге. Ну, видимо, если кто-то помнит период сталинских репрессий, то было такое понятие «минус шесть». То есть, когда некоторым, кто попадал в Улахи, потом их освобождали, им назначали «минус шесть». То есть им спрещалось жить в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, там еще каких-то. В общем, «минус шесть городов». Примерно то же самое было и с Львом Алексеевичем. Вот он уехал туда, в Архангельскую область, но в это время его будущий тесть, Владимир Михайлов Михайлович, являлся гражданским губернатором города Москвы. И он выхлопотал, чтобы его будущему зятю разрешили жить в Москве и Санкт-Петербурге. Но венчаться ему не разрешили. Правда, не могу сказать, не знаю, почему венчание не произошло в Богородицке, где, в общем-то, имение Богвинских было. И вот дочь гражданского губернатора Галицына венчалась в церкви Тихинской иконы Божьей Матери в Бучалках. Вот как раз на правой фотографии. Это когда молодые выходят после венчания из храма. Дальнейшая судьба, как и у всех, зернохранилища в основном, там мастерки и так далее, и так далее. Вот в таком виде она выглядит, церковь, Тихинская церковь в настоящее время. В 2011 году было такое краткое побуждение местных жителей. Они очистили вокруг все храма. Даже пригласили епифанского священника, отца Александра. Он провел там службу. Решили восстанавливать храм. В нашей районной газете районные будни так и написали. И что они желают поднять историю своей церкви. Но, как говорится, в госсас. И ныне там говорят. То есть, это вот то, что касается бучальских церквей. Не только с бучалками связаны. Давайте мы продолжим дальше. В 1821 году князь Федор Николаевич Голицын, отец Михаила Федоровича, соответственно, детский церкви. То есть, это одна линия наблюдается. Вот, Федор Николаевич Голицын решил упразднить храм в селе Судакова. И там был деревянный уже облечавший храм. Решил построить храм. Вместо него храм каменный. Для этого он выбрал самое возвышенное место. Бывшая тоже деревня. Суханово. И решил там построить церковь. Сначала тоже была прислана комиссия. Смотрели место. Действительно, я обещал Покровский храм села Судакова. Осмотрели. Да, действительно. А вот место подходящее действительно князь Голицын в районе Суханово подобрал. И для установки фундамента местность очень удобная. территория. Значит, и возвышенность этой церкви. Ну, и, в общем-то, решено было построить там церковь. Ее освятили тоже уже после смерти Федора Николаевича. И занимался в последнее время освящением и подготовкой документов. Сын его, Иван Федорович. И в 1826 году церковь была освящена во имя небесного покровителя храмостроителя во имя мученика Федора Трехины. И сразу же в ней устроили предельный алтарь во имя покрова Пресвятой Богородицы. Помните, я говорил о церкви в села Задоково? Там была покровская церковь. Ну, дальнейшая судьба ее вот она сейчас выглядит вот таким вот образом. Это все было в 30-е годы практически, как и у всех. Но она стояла закрыта во время войны. После войны ее начали разрушать. И первое действие, которое было в принципе, это единственное действие, которое было произведено. Вот видите, на фотографии левой старой церкви вы видите фронтон, опирающий на мощный антаблемент и на четыре колонны. Вот эти вот части были такие же с трех сторон на колокольне в северно-южной и западной и вверху. И такие же были на южном и северном фасадах холодного храма. Вот их разобрали. Разрешили использовать их на строительство своих домов. А сняли кровлю. Очень интересные воспоминания написала Елена Мещерякова. Я ее попросил. Она пообщалась со старожилами. И вот некоторые из них рассказывают, когда все пораздали, иконы, мы сделали телеги из этих икон. ездишь бывало на телеге, смотришь, а глянешь на телегу, то на тебя спаситель смотрит, то сама бухья матерь, то и херлина. И в общем-то интересная такая фраза, мне даже Мураж сейчас хотел, значит, в этих воспоминаниях они сказали. И вот те же ведра, там, терпаки, которые делали из кровельного железа с этого храма, дома, которые построены были из кирпича, ведра все текли, стены в домах целели и так далее. То есть они говорят о каком-то сверх естественном наказании на тех людей, которые использовали материалы из храма. Да, и еще добавил бы, что опять возвращаясь к святой Матроне Московской, вот это село Суханово находится, если едем на Куликово поле, то этот храм видно, а если мы поворачиваем в сторону Себина, то мы будем проезжать мимо этой цели. То есть если кто-то поедет в ту сторону, вы можете посмотреть этот храм. Да, работы никакие там не производится. Здесь никаких новых для этих изменений не проведено. Так, очередной Голицын. Это сын губернатора Владимира Михайловича Михаил Владимирович Голицын. Можно сказать, что Покровская церковь в Барановка сравнительно является самой юной. Приход был образован практически открыт, был освящен храм в 1914 году, начало XX века. Вот как раз Михаил Владимирович, являясь предводителем епифанского уездного дворянства, первым в 1902 году поднял вопрос об открытии в деревне в то время Барановки самостоятельного прихода. Что же было причиной? Ну, примерно до бучалок от Барановки 12 верст. Но это верста немногим более километров. То есть 12 километров, чтобы справить туда свои богослуженные требы или сходить на службу, сколько нужно было пройти. 12 километров, даже больше. Вот. Кроме этого, рядом с Барановкой, это имение Голицыных, находится деревня Ивановка, примерно чуть поближе к бучалкам. Это тоже имение Голицыных. И деревня Соломатовка, где жили в основном государственные крестьяне, то есть они не помещичи были, никогда не были помещичными крестьянами, вот, и там жили военные люди, и относились они к преображенскому приходу города Епифания. И вот хотелось бы создать настоятельный приход. Значит, сначала Тульская духовная консистория отказалась, отказала в прошении Голицыну, он повторно обратился в 1906 году, комиссия приехала, рассмотрела, осмотрела местность, Голицыны, а именно его отец и дядя, то есть Владимир Александр Михайлович, пообещали, что они из своих земельных владений выделят для храма необходимое количество земли 33 десятины, и после этого духовная консистория согласилась. Таким образом, церковь построили сравнительно быстро. Сразу я хочу сказать, что в своих вспоминаниях Михаил Владимирович написал, что неизвестно по какой причине, но сама церковь не получилась такой яркой и запоминающейся. Может быть, в его словах и есть присутствует правда. когда церковь открыла, осветили самостоятельный приход, сразу же и утвердили штат для нее. Священник с окладом 400 рублей в год и псаломщик с окладом 100 рублей в год. Первым священником был Алексей Ильич Голецкий. Но потом судьба повторяется, 30-е годы, вот колокольную взорвали, на верхней фотографии вы видите, как церковь выглядела лет 5 назад. 4-5. К сожалению, не было возможности ее в последнее время сфотографировать, но там произошли значительные подвижки. Колокольную не восстанавливают, но покрыли кругу. в общем-то по инициативе Елены Владимировны Щичилиной при поддержке других прихожар, там очень такой костяк православный собрался, и вот они в 2013 году на свой престольный праздник покрова Пресвятой Богородицы устроили богуслужение. Пригласили туда епифанского священника, настоятеля Никольского собора Александра Михайловича Звягина. Он провел службу вот этой фотографии 2013 года. Там еще так холодно было, неуютно, но они застеклили все окна, все побелили, территорию вокруг и внутри убрали. И вот была проведена на этой службе. Я тоже был, но к сожалению после этого приезжал летом наверное в прошлом году в 2014 мы посмотрели в основном внутри. Но вот сейчас в данный момент своими руками муж вот этой щечилины сделал престол жертвенник из фанеры они сделали простейший иконостас и теперь по распоряжению митрополита Тульского и Ефремовского Алексея отец Александр Михайлович Звягин официально назначен священником в этот храм. то есть этот приход стал действующим в настоящее время. И вот очень крестный церковь я сейчас смотрю в это время много, но я постараюсь рассказать. Итак всего Хаванщина Тимского района первоначально церковь первой деревянной причем во имя воскресения Христова была построена или обложена данью скажем так в 1696 году. Но в 1708 году князь Петр Иванович Хаванский построил новую церковь в селе ее осветили во имя Архангела Михаила. Нужно сказать вот здесь очень странный момент что церковь была воскресенская воскресение Христова а вот называлась селу уже в то время Архангельской а вот когда уже Хаванский там странный такой момент Архангельской церкви с 1708 года и естественно второе название Хавансина происходит от того что землевладельцем помещиком был Петр Иванович Хаванский по всей вероятности деревянная церковь неоднократно перестраивалась и в тысячу здесь немножечко отступление тела очередной Галицин это Валериан Михайлович Галицин и нужно сказать что после Хаванского землевладельцами села Архангельская Лихованщина были толстые и вот одна из их потомков Наталья Ивановна вышла замуж за Михаила Николаевича Галицина а их сын Валериан Михайлович был одним из самых прогрессивных людей своего времени в возрасте 19 лет он вступил северное общество восстание декабристов он не участвовал но учитывая то что он принимал активное участие в деятельности северного общества тоже был подвержен суду его приговорили 20 годам ссылки в Сибирь но потом приговор смягчили и отправили его на Северный Кавказ действующую армию где шла война с турками в 1841 году он стал свидетелем дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова с Мартыновым обо всем этом он рассказал своей соседке по имению из села Никистского Екатерине Ивановне Раевской кстати вот это она хорошая художница и мемуаристка вот написал и мемуары в частности этот портрет принадлежит ее руке так сказать 1843 и он рассказал ей о том как происходило это событие как происходил дуэк и Екатерина Ивановна писала но эти сведения очень интимны и как я считаю что в памяти людей имя великого поэта должно остаться незапятнанно ну каждый воспринимает это по-своему вот в 1842 году он был мобилизован вернулся в свое имение Хованщина продолжал там жить но в то же время он был лишен титула княжеского лишен офицерских званий вот поместья и так далее единственное что оставалось у него деньги и вот в 1855 году была построена церковь как сказано Дарьи Андреевны Голицыной врожденной в Томской это его жена а фактически она была построена на деньги Валериана Михайловича сразу же был устроен освящен предел во имя мученицы Леонелла так звали дочь Голицына а после смерти Николая Первого когда на российский престол стал его сын Александр Николаевич вышел манифест милости Виши как его называли согласно которому из ссылки вернулись декабристы а таким людям как Валериан Михайлович был возвращен княжевский титул воинские звания поместья после этого семья Голицыных Валериана Михайловича была записана в Тульское дворянство а в 56 году был освящен храм во имя Архангела Михаила сначала предельно а потом сам храм как известно в 1860 большую роль в Хованщину приезжали его друзья тоже помещики дворяне которые обсуждали проект отмены крепостного права но до этого события до 1861 года он даже умер в 1859 году а в 1870 году на средства прихожан в церкви была построена колокольня то есть когда строили Голицын колокольни не было и вот как раз план который поступил в Тульскую консисторию а потом в строительное управление Тульского губерния вот этот план представлен вы его видите вообще-то колокольни но здесь же присутствует сама церковь на этом плане вот так выглядит сама церковь сегодня не знаю но мне кажется тут присутствуют элементы готики то есть немецкая архитектура может быть я может быть неправильно говорю дело в том что дядя Валериан Михайловича Толстой Александр Иванович Толстой Остерман сама фамилия понятно о чем он говорит он как раз принадлежал к немцам к немцам как они в Истляндии вот это он жил там где-то на территории Истляндии может быть это немножко сказалось потому что подобных украшений окон просто не встречается в других местах вот храм ну сравнительно находится в плохом состоянии вот и что особенно может быть удивительно немножечко внутри сохранилось немало фресок того периода и в частности на левой фотографии вы видите пруса с изображением евангелистов справа март слева честно говоря не помню кто я там даже написано под ними но там не читается подпись а вот на одном из столбов который опирается в большой барабан вот такое изображение восстановление главы Ивана Предтечи тоже сохранилось на долбе уважаемые у меня все если есть вопрос я с удовольствием отвечу на что смогу пожалуйста да две книги храма поля поля вот в общем-то по этим книжам ведут рассказ спасибо вы сказали до кого церкви стоит восстанавливать пустых сил и те